Привет! Вот и вышла Laneige 2M и принесла нам много боли и разочарования. А всё почему? Потому что мы ждали не ту игру, которую получили. Мы ждали продолжения компьютерной Laneige 2 с фишками, которые встречаются только там, с уникальными классами, системой крафта и спойла, а получили совсем другое. И это другое, это именно то, чего очень ждали корейцы и что сделано для корейского рынка. В своих сообщениях на стриме вы дали мне понять, что Laneige 2M является полным продолжением или копией, перенесённой в 3D игры Laneige M, которая вышла 2 года назад на Корее, была там очень популярна и выглядела вот так. Думаю понятно, почему она не дошла до нашего рынка. Продолжение этой игры ждали корейцы, они его получили и они счастливы. Многие из нас же были полностью разочарованы, так как реклама ввела нас в заблуждение и мы ждали продолжения или перенос компьютерной Laneige 2 на мобилы. Дальше я сравню Laneige M и Laneige 2M, и вы поймёте, насколько они одинаковые. Первое, чем нас встречает Laneige M, это стартовым экраном, который точно такой же, как в Laneige 2M. Выбираем сервер, нажимаем войти и переносимся к выбору классов. Итак, выбор классов здесь такой же скудный, как и в Laneige 2M. У нас есть что-то типа паладина или саппорта, есть что-то типа воина. Причём нету выбора раций, есть только выбор пола, мальчик и девочка. Дальше вы узнаете, почему это тут оправдано, в принципе. Есть лучник, есть тот же маг с орбами или саппорт с орбами, как и в L2M. И есть что-то типа ассасина, но тут он с кастетами. А ещё добавился новый класс, это стрелок. Я уже выбрал себя лучника, я здесь побегал, разобрался, так что сейчас покажу, расскажу. Заходим в игру и сразу понимаем, почему она не дошла до нашего рынка. Потому что она выглядит как ява игры года 2004-2002, которые были на мобилах в те времена. Но сразу виден знакомый интерфейс, давайте сразу по нему пройдёмся. Слева вверху у нас полоска хп, полоска маны, всё как в L2M. Снизу идут те же самые характеристики, это защита, урон и ещё какие-то показатели. Перевод мне не дал понять, что это. Но такие же, как и в L2M. Затем, всё тот же автоюз банок. Всё такие же настройки сейф-мода, то есть меню энергопотребления, скажем так. Всё те же самые перья, которые дают нам также 700% опыта и 200% адены. Такой же список квестов, только тут он слева, у нас он справа. Те же самые иконки с бафами, как и у нас, всё точно так же. Снизу у нас идёт полоска опыта, процент опыта, всё то же самое. Есть смайлики здесь, они даже более красивые, чем у нас. Точно такой же чат. Есть тут даже экранный режим, который убирает все элементы интерфейса, чего нет в L2M, что странно. И есть панельки скиллов, они точно такие же и точно так же работают, как и в L2M. То есть мы точно так же можем включать скиллы на автоюз и селф-баф и точно так же их выключать. Справа у нас такая же панелька с банками, которые можно ставить на автоюз. Всё то же самое. Чуть выше у нас идёт панель управления, точно такая же. Есть кнопка авто, есть кнопка селф, это что-то типа сканирования. И кнопка поднять предмет. Выше идёт карта. И карта на самом деле здесь более понятная, чем в L2M. Она хотя бы похожа на карту и понятно куда идти, что делать, где что находится, не то что у нас. Ну и наконец меню. Наверху у нас оно представлено всё той же иконкой магазина, как и в L2M. В магазине также можно купить всё, шмотки, сундуки и прочее-прочее. Дальше идёт иконка сумки с таким же показателем перегруза, перевеса, как и в L2M. Сумка абсолютно такая же. Также у нас вещи экипируются и помечаются буквой E, то что на нас надето. Также мы можем сортировать вещи, также можно считать их описание путём удерживания кнопки или пальца на предмете. Точно так же можно отсортировать всё то же самое, абсолютно то же самое. Следом у нас идёт иконка скиллов. Она немножко по-другому выглядит, но смысл тот же. Тут тоже представлены все скиллы всех классов, также указаны и селф-бафы, и атакующие умения. Всё так же можно перетаскивать на панельки. Всё один в один. Есть как и классовые бафы, так и общие. Дальше у нас идёт панелька квестов. Тут она, кстати, разбита по левелам, и это гораздо удобнее и понятнее, чем в L2M. Дальше переходим в меню. Меню, как видите, такое же, прямо один в один сделано. Те же самые иконки, тот же самый функционал. Также есть кузница с крафтом. Точно так же мы можем крафтить вещи разного грейда или разного цвета. То есть зелёные, синие, красные, фиолетовые и даже золотые. Всё так же выбивается с монстров, всё так же можно посмотреть описание, где оно падает. Всё один в один. Точно так же крафтим доспехи, крафтим бижутерию, крафтим агатионов. Здесь они, кстати, вызываются по карточкам на определённое время. И крафтим какие-то редкие призывные предметы. Также и свитки-заточки тут тоже крафтятся. Точно так же можно одеть любой шмот на любого персонажа. Например, я взял лучника, мне по квестам выдали меч, я теперь хожу с мечом. Куда пропал мой лук и почему я хожу с мечом, непонятно. Хотя вот лук мой здесь. Давайте его наденем. Дальше аукцион. Аукцион такой же. Такой же, как и везде. Можно купить снаряжение, уже заточенное. Также за алмазы, между прочим, за ту же валюту, как и в L2M. Всё здесь покупается и продаётся за алмазы. Следом у нас идут карточки. Если в L2M это разные классы или разные персонажи, сюжетные и игровые, то тут это карточки монстров. То есть, если в L2M вы можете превратиться в тёмного эльфа, в орка, в гнома и в остальные классы, то здесь вы можете превратиться в какого-то колдуна, в какого-то ящера и так далее. Карточки тоже разделяются по редкости и юзаются не на постоянной основе, а временно. То есть, мы можем взять и превратиться вот в такого вот ящера на определённое время. Следом у нас идут агатионы. Такие же, как и в L2M. Тоже различаются по редкости, но они здесь немножко другие. Если в L2M они больше с закосом под компьютерные агатионы, скажем так, под там Антарос, Валоклс и прочие, то здесь всякие бобры, какие-то ящерицы, шарики и прочее-прочее. Агатионы тоже вызываются на время по свиткам. Вот он со мной рядом появился. Следом идёт коллекция снаряжения. Всё так же, как и в L2M. Собираете нужные вам шмотки, точите их, заносите в коллекцию и получаете постоянные бонусы. Следом идут данжи. Опять же, точно такие же, только тут левела с 45-го всё открывается. Но это не данжи, это подземелье, где можно пофармить сильных монстров. Их тут много, вплоть до 72-го левела. У меня вот есть квест. И, кстати, вы сейчас увидите, что по квестам он телепортируется точно так же. Выбираем квест, нажимаем взять и хоба улетели такой же анимацией туда, куда надо. Сейчас сдадим квест. Всё, выбрали квест, получили его, полетели его сдавать. Всё просто, нажимаем на автобой и перс начинает сам стрелять по тем, кто ему нужен. Итак, пусть он стреляет. Да, мы, кстати, взяли левел и видим точно такое же распределение статов. То есть сила, декс, кон, инт, вис и ча. Что такое ча здесь, мне непонятно. У нас, как я понимаю, вместо ча есть ловкость, то есть агилити. Всё распределяется точно так же. Выбираем дексу, те же самые описания, чего это даёт. То есть урон, крит, всё, как и в ЛДВМ. Выбираем, всё, прокачались. Как видите, сходство пока 100%. Кроме того, что превращение по карточкам и вызов агатионов идёт временное, а не постоянное. Вот мы прошли квест. Кстати, за квесты дают книжки со скиллами, и награды здесь гораздо приятнее, чем в ЛДВМ. Тут гораздо меньше рандома, чем в ЛДВМ. Следом идут ежедневные награды. Всё то же самое. Заходите в игру, получаете награду. Затем идёт рейтинг. Тут рейтинг игроков более-менее понятный. Сразу понятно, кто на первом месте. Тут, как видим, класс лучник. В каком он клане и так далее. Опять же идёт список кланов. Всё то же самое. Список друзей. Локальные места, куда можно телепортироваться. И есть тоже вкладка PvP, как и у нас. То есть, кто вас убил, он тут отображается. Ну и письма, куда присылаются награды. Настройки практически точно такие же. То есть, выбираете расстояние атаки, расход банок. Те же самые вкладки. Всё практически то же самое, только настрой графики меньше. Ну и кнопка выйти на стартовый экран точно такая же. Как видите, Lineage 2M это полное продолжение Lineage M. То, чего ждали корейцы долгое время. Потому что в Корее Lineage M очень популярна. Её много людей ждало. В неё много людей играет. И эта игра принесла очень много денег разработчикам. Именно поэтому корейцы для своего рынка, для себя же сделали вторую часть. С 3D графикой, с очень красивой графикой. Но с тем же самым смыслом. Те же самые карточки, тот же самый гринд ради гринда. Ради того, чтобы собрать шмоточки. И в принципе всё. На этом смысл игры заканчивается. Но если первая часть делалась для корейского рынка и не дошла до нас. То вторая часть скорее всего дойдёт до нас. Несмотря на то, что многим эта игра не понравилась. Честно говоря, не знаю, почему первая часть на Корее стала очень популярной. Видимо, гринд ради гринда. Ради того, чтобы собрать шмоточки и быть посильнее. Нравится корейцам больше, чем качество самой игры или интересный контент. Кстати, точится всё точно так же. Выбираем шмотку, выбираем свиток заточки, затачиваем. Вот и всё. Короче, сходство 100% разница только в графике. В графике и немножко в стилистике. Они вторую часть подогнали под стилистику Lanage. Вообще под серию Lanage. Ну что ж, делайте выводы. Теперь, думаю, и вам, и мне стало понятно, что мы ждали совсем другую игру. Мы ждали продолжения нашей любимой Lanage 2, но получили продолжение мобильной Lanage M. Именно поэтому для нас, для большинства из нас, эта игра кажется говном. По-любому найдутся те, кому она понравилась. Я это вижу в комментариях. И это нормально. Игры разные, вкусы разные. Всё нормально. Кому-то нравится одно, кому-то другое. Ну а теперь напишите в комментариях, что вы думаете о том, что сделали корейцы. Правильно это или неправильно. Будете ли вы вообще ждать Lanage 2M в России. Если да, то почему. Также не забывайте подписываться на канал, бахать в колокол и оставлять комментарии. Всем пока.